всем привет с вами Денис в прошлый раз мы с вами говорили про то что ноды делятся на семейства и рассмотрели какие семейства этих нод бывают и сегодня мы построим наш первый патч вот и я вам покажу как устроен принцип создания патча давайте начнем с того что мы создадим ноду constant из раздела чоп как вы помните нода constant просто генерирует постоянное число константу например 0 можем сделать 1 если вы обратите внимание у каждой ноды есть несколько входов и несколько выходов иногда у некоторых нод вообще нет входов у некоторых нод несколько входов и один выход и так далее в общем комбинации могут быть любые и как правило если вы наведете на вход или выход то вы увидите краткую подсказку что этот вход ожидает например snap channels это для запоминания каналов ну тоже позже об этом поговорим актив и выход соответственно здесь все очевидно просто выход так вот ноды делятся по семьям не просто так у них у каждого семейства нод есть своя какая-то ярко выраженная функциональность и характерной особенностью является то что ноды разных семей не соединяются между собой то есть если я хочу например вот эту вот константу если я хочу засунуть ее например в другую константу можно в принципе можно предположить например если бы я сделал здесь три канала rgb сделал бы их один например 00 до чтобы получить чисто красный цвет я бы хотел например соединить вот так вот эти два входа чтобы вот эта нода она отвечала за параметр rgb в этой ноде но видите если я вытаскиваю вот этот вот провод отсюда из выхода и вставы пытаюсь его вставить во вход константы то ничего не происходит и это одно из главных правил в работе с нодами что ноды соединяются между собой только внутри одного семейства вот например если поставлю какую-то другую ноду из этого же семейства например мат математика да но да которая совершает с входящими каналами какие-то применяет к ним математические функции то вот здесь вот вход подсвечивается когда тяну к нему левой кнопкой мыши этот провод если отпускаю левую кнопку мыши то вот но до 2 связались соответственно в над я могу поставить какие-то настройки например в разделе multi-add я могу добавить умножить значение на 10 и получить соответственно 10 но здесь понятно 00 потому что 0 умноженное на любое число всегда даст нам 0 также в мат есть удобная функция представьте себе что у нас значение например rgb они в некоторых программах или в некоторых местах они могут считаться от 0 до единицы а в некоторых могут считаться от 0 до 255 и вот представьте себе что нам надо сконвертировать от 0 до единицы до 0 255 вот в ноде мат есть закладка range и здесь сказано из какого range от 0 до единицы до какого диапазона от 0 до единицы то есть ничего сейчас не происходит да можно здесь поставить от 0 до 255 он будет делать автоматически интерполяцию значений соответственно также если я например захочу работать с constant top то есть текстурой белого цвета до в данном случае также ни в какой другой оператор эту текстуру поместить будет нельзя я имею ввиду любой другой оператор другой семьи соответственно эта текстура сможет работать только с другими операторами из категории топ например мультиплай вот здесь вот видите некоторые ноды в обязательном порядке ждут несколько чтобы оба входа было задействовано и это в случае с мультиплаем например логично да потому что мультиплай делает то что он умножает две текстуры друг на друга и соответственно если вы дали только одну текстуру операция умножения не может происходить с одним всего лишь участником соответственно я могу скопировать эту константу поставить здесь какой-нибудь например зеленый цвет умножить соответственно когда умножать зеленый на белый я получаю зеленый так как белый это единица то по сути так же как просто в арифметике до любое число умноженное на единицу дает это же число также в операции мультиплай любой цвет умноженный на белый цвет дает сам себя вот это что касается то есть в touch designer есть два вида два способа связывать между собой ноды первый способ это прямой это вот как здесь мы видим да просто проводами а есть еще не прямой способ есть способ так называемой ссылки он как правило актуален вот именно с чопами потому что чопа генерят какие-то цифры но сами по себе эти цифры толку от них немного если они как бы никуда они дальше не идут и поэтому в чопах есть такой есть такое понятие как экспорт экспорт каналов то есть помните я говорил о том что чопы их основное значение да это из этого семейства channel operator то есть это операторы которые генерят так называемые каналы вот этот вот оператор у меня сейчас генерирует три канала rgb они могли бы называться по-другому это просто так как я их назвал да и вот если я захожу во viewer как вот я вам показывал да да это в предыдущих занятиях если нажимаю на плюсик то когда я перемещаю мышку над вот этими каналами они у меня подсвечиваются это сделано просто так я могу теперь этот канал выбрать если я вот зажму мышку и куда-то его перетащил то я могу создать так называемый экспорт я вам покажу во первых прежде чем мы что-то экспортируем каналы куда-то да давайте мы во первых отменим эту математику потому что у нас rgb здесь существует в диапазоне от нуля до единицы и нам не надо приводить его к значениям от 0 до 255 поэтому вот эту мат я удалю и создам ноду который называется 0 ну это особый вид нод он существует в любых категориях операторов он характерен тем что сам по себе он ничего не делает этот так называемый placeholder им надо заканчивать хорошим как бы хорошей практикой является заканчивать нулем все все свои цепочки нод я вам сейчас объясню почему смотрите мы ставим 0 соединяем константы с нулем и вот этот вот сам нулю него даже толком никаких настроек нет он собственно ничего не делает пока вот как выглядит экспорт значений я захожу и открываю сначала viewer чтобы мне стало доступно для выбора вот эти три канала потому что если у меня viewer закрытый я не могу выбрать канал и я могу перемещать ноду если на нее кликаю держу соответственно сначала я выбираю плюсик чтобы стал доступно редактирование после чего я могу вытаскивать эти каналы и что-то с ними делать вот когда у меня вот этот вот эдитар стал активным я теперь выбираю ноду в которую я хочу эти параметры экспортировать например constant вот у меня параметр отвечающий за r вот параметр отвечающий за г вот за б за green и blue да если я хочу убедиться что это так то в любом параметре можно здесь есть слева такой плюсик можно просто на него кликнуть и он раскроется и можно увидеть что первый канал это color r 2 канал от color g 3 канал это color b rgb вот соответственно если я хочу экспортировать при выделенной ноде constant в которую я хочу экспортировать чтобы ее окно параметров было видно я зажимаю первый канал r и тяну его туда куда я хочу чтобы он экспортировался вот сейчас у меня левая кнопка мыши зажата и я просто перетягиваю мышку я хочу чтобы у меня канал r экспортировался в канал r цвета да соответственно я могу здесь отпустить теперь когда я над тем параметром нахожусь которыми нужен и у меня выскакивает диалоговое окно спрашивают здесь несколько настроек что вы хотите экспортировать канал создать ссылку на этот канал создать ссылку на этот чоп или просто экспортировать значение просто единицу вставить да не ссылку на канал а просто значение которую он указывает сейчас вот нам чаще всего нужно здесь именно первая опция экспортировать канал вот теперь это поле стало зеленым и это говорит о том что я больше не могу значение значение красного канала да вот в данном случае я не могу его больше поменять и вот здесь вот видите color r теперь стал зеленый квадратик активен и написано путь к каналу который из которого берутся значения то есть я теперь например вот здесь я могу поставить 0.8 да то вот здесь я уже не могу ничего написать он не дает соответственно сделаем то же самое для еще двух каналов опять я левой кнопку мыши зажимаю над каналом green г тащу его и нажимаю экспорт и смотрите лишь такой важный момент то что каналы могут называться как угодно они не должны я просто по смыслу их назвал rgb чтобы мне было понятнее да что они делают но на самом деле канал мог бы как угодно называться например я не знаю blue value from client не знаю зачем но предположим такое название и это на смысл никак не влияет то есть он не скажет мне ошибку что название канала какое-то непонятное да я просто вытаскиваю этот канал также как я сделал с rg перетаскиваю его в значение blue отпускаю нажимаю экспорт чоп вот 100 да у меня соответствует rgb соответственно если я теперь зайду в константу которая генерирует эти каналы да и начну что-то здесь менять то мы увидим что но да также меняется потому что она контролируется сейчас с помощью его константы пока для этого ну может показаться что смысл в этом немного да потому что вы можете сказать ну и что я мог бы зайти также в ноду константы также здесь эти три цифры поменять но силы этих чопов она раскроется позже когда мы уже начнем создавать нетворки и и увидим что эти каналы могут быть не статичными они могут быть динамическим например да есть например элофа такая нода те кто может быть работают с синтезаторами знают это так называемый генератор низкой частоты low frequency осциллятор низкочастотный осциллятор вот и это вот уже анимированная канал то есть он создает значение в данном случае от минус 1 до 1 за определенный период времени соответственно если бы мы подключили чем 1 давайте создадим еще одну константу экспортируем ой не констант только не чопа константу текстуру давайте вот это вот удалим чтобы сейчас пока нас не отвлекало и вот например я могу сделать так чтобы вот этот вот у меня генератор частоты например управлял степенью красного цвета и опять же нажимаю перетащил channel 1 перетащил в поле r и нажимаю экспорт чоп и вот теперь видите у меня красный цвет следует логике и вот еще смотрите на этом примере я вам хочу показать почему нужно использовать 0 вот как мы здесь сделали да мы здесь сделали константу потом поставили пустую ноду 0 и из нее экспортировали а а здесь мы просто взяли напрямую ноду и сразу из нее экспортировали без нуля так вот в чем смысл нуля и в чем его очень большое удобство представьте себе что я смотрю на результат получившийся да и говорю а у меня значение идет от единицы до минус единицы да а я знаю что от 0 до минус единицы если изменить измеряю красный канал то это никак не влияет то есть смотрите если я создам еще одну константу поставлю у нее красный на 0 у меня стал цвет бирюзовым да потому что меня красного канала но если я поставлю красный на минус 0 5 цвет никак не изменится потому что меньше красного чем там уже было там уже быть не может ну то есть меньше красного чем 0 да вот поэтому смысла изменять от значения от от минус единицы до единицы нету мы сейчас опустим тот момент что это можно было бы в самой ноде поменять да например мы хотим поставить ноду математика и использовать range мы знаем что у нас от этого значения меняются от минус единицы до единицы поэтому мы говорим от с какого диапазона давай от минус единицы до единицы то есть бери диапазон от минус единицы до единицы и переводи его в диапазон от 0 до единицы то есть теперь видите да как у нас отработает и теперь я вот это значение хочу экспортировать сюда но так как у меня это нода уже связаны экспортом теперь мне нужно проходить через очень болезненный процесс мне нужно вот здесь вот отключать это вот зеленый так называемый экспорт флаг вот его выключаю нода перестает экспортировать дальше я захожу сюда выбираю этот канал новый и опять из него теперь экспортирую а потом я например говорю блин от 0 до единицы много хочу от 0 до 0 5 создаю третью ноду и из нее экспортирую понимаете и так до бесконечности в случае если бы у нас стоял в конце 0 из которого вышел экспорт мы могли бы в промежуток между lf и нулем добавить какое количество какой нам угодно количество not и не нам не пришлось бы перебивать этот экспорт поэтому это очень важно и очень хорошая практика является всегда экспортировать из нуля и никогда не экспортировать из какой-то промежуточной ноды я думаю что на этом урок закончен мы посмотрели с вами как основные два способа до создавать цепочки нод первый способ это прямая связь связь как вот здесь да когда вы просто соединяете проводом и второй способ это не прямая связь когда вы соединяете что-то через экспорт то есть вы в канале говорите что значение канала берем не из настройки ноды а берем из какого-то другого места дальше в следующих уроках мы с вами более подробно двинемся по группам нод и будем смотреть самые распространенные ноды в группах потому что в каждой группе в каждом семействе not есть большое количество not на все случаи жизни но как так как этот курс рассчитан на видео инженеров я хочу сказать что на самом деле там 60-70 процентов этих нод вам не пригодится практически никогда и поэтому мне хотелось бы заострить внимание именно на тех нодах с которыми вы будете работать часто и более глубоко их изучить и показать примеры каких-то распространенных патчей которые можно построить из этих нод вот то есть какие-то рассмотреть такие кейсы наиболее часто применимые и об этом мы начнем говорить со следующего урока увидимся там всем спасибо